Такие тренеры, как Владислав Николаевич Иванов, входят в историю и остаются в сердцах людей. Достаточно посмотреть, сколько человек собралось на открытии мемориальной доски у дома 9А на улице Пионерской, где жил спортсмен. Здесь его воспитанники, коллеги и родственники. В течение 30 лет наш герой был наставником по лыжным гонкам в обществе «Динамо» и достиг в своем деле немалых успехов. Сегодня, как и тогда, нет, наверное, ничего важнее того тех людей, которые посвятили свою жизнь воспитанию будущего нашей страны. Он сделал нашу область родины не просто замечательных спортсменов, чемпионов Европы, мастеров спорта, международного класса, но и подарил нам новое поколение тренеров, которые своими делами продолжают его путь воспитания настоящего человека. Стоит сказать, что изначально в юности Владислав Николаевич серьезно занимался футболом, играл за команду «Динамо» на различных турнирах. Но где футбол потерял, там настоящее сокровище в его лице приобрели лыжные гонки. Уже многие выступающие сказали, что Владислав Николаевич был не просто наставником для своих воспитанников, а становился родным человеком, практически отцом. Даже его единственная дочь Наталья подчеркнула, что она никогда не чувствовала себя единственным ребенком в семье. Наталья с семьей сейчас живет в Москве и приехала в Тамбов специально на открытие мемориальной доски. На этой встрече она вновь встретила много старых знакомых. Да и что может радовать больше, чем тот факт, что ее отца так помнят и почитают в родном городе. Мое детство все прошло в спорте, но вот как-то так сложилось, потом немножко до чемпионства не дошло. Но вот эта общность, знаете, самая важная, наверное, то, что он научил меня в том числе, наверное, лично про меня я хочу сказать, что он научил жить командой, такой дружной семьей. Мы помогали друг другу, учились как-то быть самостоятельными. Ведь это не только был спорт, это еще вот такая настоящая команда. В завершение встречи участники возложили к новому мемориалу цветы. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.